Я считаю, что в этой ситуации, если отменить мораторий, мораторий не идеальный, но если отменить мораторий, это полностью разрушит государство. Я полностью согласен с той формулой, что если в стране людям нечего кушать, а у нас огромное количество... Если вот маленькая цифра, на сегодняшний день невыплата коммунальных платежей почти 30 миллиардов гривен, 29 миллиардов гривен. Это колоссальная сумма. Да, это часть городского населения, которое к этой земле не имеет отношения, но на селе это точно такая же ситуация. Денег в стране, внутренних денег в стране нету. Еще раз повторюсь, банковская система, она полностью отсутствует. Иллюзия, что появятся фермерские хозяйства, для этого первое, что если мы откроем рынок, если мы откроем рынок, если мы откроем рынок, если мы откроем рынок. Если вот у нас цифра в тему, посмотрите на сцену, за 2016 год сократились сбережения украинцев на 18,5 миллиардов гривен. Если мы откроем рынок, то землю скупят крупные холдинги, никакие не фермерские хозяйства. Фермерские хозяйства, наоборот, умрут. И социальная сфера в селе, она держится именно на основе фермерских хозяйств, которые списпрацуют с органами местного самовредования и так далее. Задача холдингов это максимальная оптимизация структуры сотрудников, это максимальная минимизация штатной численности, максимальная эффективность сельхозяйственного производства. Когда говорится о том, что Украина занимает первые места по экспорту зерна и так далее, это совершенно не заслуга, потому что в то советское время, о котором говорил господин Каплин, мы не занимали таких мест по объему, но у нас было действительно перерабатывающее производство, мы производили огромное количество мяса, молока и так далее. Это совершенно другая формула развития, и в отсутствии финансирования мы к этому однозначно не придем.